В эфире «Сыскное дело» в студии Алины Чемерис. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонансных судебных делах, чрезвычайных происшествиях, ведомственных проверках и подведем криминальные итоги недели. Алина Чемерис. Уголовное дело передано в Следственный департамент МВД России. Сразу после трагедии задержали гендиректора в компании-перевозчика. Позже выяснилось, женщину арестовывать не стали. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета Татарстана. Согласно официальному заявлению начальника предприятия, автобус «Неоплан» купили в 2008 году. Он имел сертификат одобрения для международных и междугородних перевозок. Водители, прежде чем выйти в рейс, отдохнули и прошли медосмотр. Ранее жалоб на их работу не было. Гендиректор компании добавила, предприятие готово оказать любую помощь семьям пострадавших. Известно, что руководитель Евразийской корпорации автовокзалов активно сотрудничает со следствием. Вскоре стало известно. Приволжский районный суд Татарстана арестовал водителя самарского автобуса, который попал в аварию под Заинском. Мужчина пробудет под стражей до сентября. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть граждан. Заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ходатайство Вадима Кужилина о досрочном освобождении пока не удовлетворено. Окончательное решение по этому вопросу суд Куйбышевского района Самары примет 20 июля. Отсрочка вызвана тем, что адвокаты представили документы о погашении ущерба на сумму более 8 миллионов рублей. Однако подлинность документов сложно подтвердить. Напомню, экс-заместитель руководителя городского департамента управления имуществом Кужилин обвиняется в том, что при участии коллег, риэлторов и полицейских проводил мошеннические сделки с муниципальными квартирами. Жилплощади, которые предназначались для переселения людей из ветхого жилья, незаконно приватизировали, а затем продавали третьим лицам. Полученные деньги делили между собой. Ущерб государству составил более 90 миллионов рублей, затем эту сумму уменьшилась до 60, так как 7 из 25 захваченных квартир удалось вернуть в муниципальную собственность. Вадиму Кужилина, которого следователи посчитали организатором преступной группы, приговорили к 8 годам колонии общего режима. Больше половины срока он уже отсидел. Соблюдены все предусмотренные законным условия, то есть и срок, половину срока он отбыл наказание, то есть у него это право на подачу такого ходатайства уже возникло. Более того, он имеет неоднократные поощрения, хорошо характеризуется от учреждения исправительного. В настоящий момент суду не представлено сведений о полном возмещении причиненного преступления вреда. Учитывая данные обстоятельства, прокуратура возражает против удовлетворения ходатайства осужденного. Наживались на инвалидах, теперь предстанут перед судом. Завершено расследование в отношении трех жителей Самары – мужчин 38 и 52 лет и 40-летней женщины, создавших финансовую пирамиду. От их действий пострадали свыше 500 человек, более половины – глухонемые. Общая сумма ущерба – 50 миллионов рублей. По версии следствия, обвиняемые создали интернет-сообщество, на сайте которого размещали информацию о доходности по вкладам от 20 до 30% ежемесячно. Особая роль в противоправной деятельности отводилась женщине, которая, будучи инвалидом по слуху, активно рекламировала общество среди глухонемых людей. Денежные средства вкладчиков перечислялись на карточке организаторам пирамиды, их родственникам, знакомым и тратились ими по своему усмотрению. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму почти 22 миллиона рублей. В отношении 52-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде ареста, так как в течение года он скрывался от следствия за границей. С остальных взята подписка о невыезде. Горит небоскреб, приехали свыше десятка спецмашин. Это легенда пожарно-тактических учений МЧС. Навыки тушения огня в зданиях повышенной этажности самарские спасатели отрабатывают впервые. Проведение учений не помешала даже капризная погода. Справились ли пожарные с задачей, знает наша съемочная группа. 89-й, 1-й, на прием. На месте вызова ликвидация, ликвидация, проливка. На 18-м этаже работают два ствола и три ствола работают на защиту. На 18-м и на 19-м, как поняли. Протянуть магистральные линии и развернуть оперативный штаб. По легенде, огонь вспыхнул в одной из квартир на 18-м этаже высотки. Система пожаротушения не сработала и пламя охватило более 80 квадратных метров территории. Сценарий самый сложный. Пожарным нельзя допустить задымление верхних этажей. Но все же готовыми нужно быть к любому развитию событий. Возможно, такие варианты, которые даже предусмотреть невозможно. Те же самые вентилированные фасады. Распространение пожара по балконам вверх может очень спокойно пойти. Соответственно, задымляются выше лежащие этажи. То есть, очень опасно это именно эвакуация выше пожаров. То есть, вот здесь очень много народу и требуется очень много личного состава, чтобы все это быстро успеть эвакуировать людей. Машины по очереди подъезжают к высотному зданию. Первая группа пожарных сразу отправляется наверх. Следующая подает воду для тушения. Алгоритм отточен до автоматизма. 11 единиц техники, свыше 60 человек. Именно столько понадобится людей и машин, чтобы в реальных условиях потушить пламя в 25-этажном здании. Пожарно-тактические учения на домах повышенной этажности, то есть высотой более 50 метров, в регионе проводятся впервые. Всего в Самарской области свыше сотни таких зданий. Чтобы быстро добраться до очага возгорания и спасти людей, у пожарных должна быть отменная физическая подготовка. Высокая этажность, лифтами пользоваться нельзя, все ногами, лестницами. Как правильно организовывать эвакуацию, как выводить людей из данных высоких зданий, все эти вопросы мы сегодня для себя отработали. Уточнили. Сегодня работу пожарным существенно усложняет погода. Сильный ветер здесь наверху дует в одну сторону, а внизу уже в другую. При этом гораздо труднее тушить огонь. Также невозможно развернуть и внешнюю пожарную лестницу. Она просто не выдержит такого ветра. Работой пожарных руководство осталось довольно. С задачей сотрудники МЧС справились. Такие учения планируется провести по всему региону. Восемь лет в колонии строгого режима проведет гражданин Киргизии за пособничество терроризму. Приговор Приволжского окружного военного суда вступил в законную силу. Как установило следствие, мужчина, не имеющий регистрации в Самарской области, с января по июль прошлого года, пытался вовлечь троих человек, с которыми снимал квартиру, в запрещенную в России террористическую организацию. После этого он планировал покинуть страну. При обыске полицейские изъяли у нелегального мигранта телефон, в котором содержались материалы экстремистского характера. Скажите, вы согласны ли были с вынесенным приговором сюда? Признаете ли вы свою вину? Ну, как сказать, я понял, насколько все серьезно, но поздно понял. То есть вину вы полностью признаете? Признаю, раскаяюсь. Раскаяюсь, садим. Призывал к экстремизму. Сотрудники ФСБ задержали руководителя националистического объединения «Община коренного русского народа». Весной этого года в Тольяттинском офисе организации прошло собрание, где участникам раздали листовки для дальнейшего распространения и копирования. Лингвистическая экспертиза показала, материалы являются экстремистскими. Офис обыскали, изъяли больше 200 брошюр и листовок радикального содержания, а также технику для их изготовления. Заведено уголовное дело. Руководителю грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительной работы или тюремный срок до 5 лет. Более 4 миллионов рублей теперь должны государству те, кто незаконно спилил деревья в железнодорожном районе Самары. Во дворе на улице Спортивной вместо зеленых насаждений теперь остались только пни. Всего злоумышленники, не имея разрешения от городской администрации, спилили около полутора десятков деревьев. Кто это сделал, пока неизвестно. Заведено уголовное дело. Его расследование на контроле у прокуратуры. В настоящее время дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, поскольку в ходе прокурорской проверки достоверно установить, кто спилил данные деревья, не предсталось возможным. Для этого необходимо проводить следственные действия. Санкции данной статьи предусмотрены в том числе наказание в виде лишения свободы. А прокуратура будет добиваться также, безусловно, и возмещения причиненного государству ущерба. На прошлой неделе деревья пострадали не только от рук человеческих, но и от урагана. Всему виной циклон, пришедший с Черного моря. Стихия буйствовала во всем регионе. С нескольких зданий сорвало крыши, выбило москитные сетки на окнах, повалило временное ограждение. Скорость ветра достигала более 20 метров в секунду. Из-за упавших деревьев без электричества остались жители Новокуйбышевска, Сергиевского, Богатовского и Елховского районов. По данным МЧС, только в Самаре и Тольятти упало около сотни деревьев. Повреждены автомобили, ветром вырвало остановки. К счастью, погибших и пострадавших нет. К концу недели из-за тучи уже появилось солнышко. Циклон ушел в сторону Татарстана. Предполагаемых грабителей Самарского ломбарда задержали в Удмуртской республике. Их помогли найти записи с камер видеонаблюдения. По версии следствия, в мае трое неизвестных зашли в ломбард, разбили стекло витрины, похитили семь серебряных часов. На записи с камер видно, мужчины сначала пришли в ломбард осмотреться и только потом решились на грабеж. Ущерб оценивается почти в 250 тысяч рублей. Сейчас двое мужчин арестованы и доставлены в Самару. Третьего разыскивают. Полицейским удалось выяснить, похищенные часы сбывались в Ижевске, где сейчас имущество выясняется. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова